Всем привет! С вами я, Лена Смирнова. И сегодня я расскажу, как сделать вот такую вот открытку-конверт на день рождения. Давайте начнем! Я беру лист акварельной бумаги. Я сразу отрезала высоту бумаги на 19 см. И теперь я беру доску для беговки. Если у вас ее нет, вы берете тогда либо пилку для ногтей, либо пустую пасту, либо спицу. В общем, то, чем можно сделать сгибы. На расстоянии 8-9 см я провожу сгиб. Дальше на этом же расстоянии я провожу еще один сгиб. Это у нас будет сама открытка. И теперь нам нужно сделать конвертик. Так, здесь я провожу уже на расстоянии не 8-9, а 8-6, чтобы у нас он хорошо загибался. Теперь еще через сантиметр, то есть 9,5 см, я провожу еще одну линию. Это для того, чтобы нам приклеить его. Теперь на расстоянии 18 см я провожу еще линию. Это у нас будет сгиб 1 см, также для кармашка. Теперь я отрезаю все лишнее. То есть, как вы уже, наверное, поняли, высота открытки у нас будет 18 см. Здесь я отрезаю под углом, чтобы нам все приклеить. Теперь прогибаю сгибы. И вот что у нас получается. Важно определить высоту нашего кармашка. Здесь можно сделать любую высоту. Я, например, сделаю 14,5 см. То есть, на высоте 14,5 см я отрежу этот кармашек, и потом мы с вами все это приклеим. Наша заготовка готова. Теперь мы приступаем к ее оформлению. Итак, для сегодняшней открытки я выбрала такую голубую тематику. И сейчас я край проработаю фигурным дыроколом. Далее я беру вот такую вот салфеточку и примеряю примерно, насколько мне нужно, чтобы она при сгибе вот так вот, на какое расстояние она заходила. Примерно я хочу сделать вот так вот. Я прогибаю сгиб. Теперь отрежу примерно на расстоянии сантиметр. И приклею ее с задней стороны. А спереди пока приклеивать не буду. Теперь я эту подложку приклеиваю на нашу заготовку. Итак, я нашла вот такой вот кусочек розовой бумаги, обработала его края фигурными ножницами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так далее. Я вот таким вот дыроколом вырезала 4 бабочки. Верхних бабочек я подгибаю у них крылышки и приклеиваю к второй бабочке. Продолжение следует... Прямо ровно, чтобы у них тельцы совпали. Так, и теперь приклеиваю их вот сюда. Так же я добавила надпись «Днем рождения» и сюда добавила еще несколько полужемчужин. Теперь приступим к оформлению внутренней части. Теперь приступим к оформлению внутренней части. Я сделала вот такую вот заготовку. Здесь взяла на 5 мм меньше по ширине и высоте точно такую же бумагу, как использовала здесь. Таким же дыроколом обработала вверх. И приклеила так же кружево, как у нас было с этой стороны. Теперь, далее я приклеиваю... Эта часть у нас будет использоваться для поздравления. А сюда можно будет положить денежку. Так, и теперь также я добавляю сюда бабочек из такой же бумаги, из которой делала на переднюю часть открытки. Так, и теперь я добавляю сюда. Вот такой вот конверт у нас получился. Также, используя основу этой открытки, можно оформить ее не только ко дню рождения, но и, например, ко дню свадьбы, то есть к празднику, где вы собираетесь подарить денежный подарок. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лена Смирнов, пока!